Сейчас это общежитие для голубей. Когда от здания котельной отваливается новый кирпич, птицы расширяют жилплощадь. Только они по достоинству оценили разрушение объекта в селе Самсоново. Штукатурка отваливается, кирпичи от влаги рассыпаются, большие дыры в стенах заделывают пенопластом. С крышей сложнее, она уже просвечивает. Очень сложно работать, когда на них и капает, и льется все, и ветер гуляет. Сложная ситуация очень. Зданию больше 40 лет капремонта никогда не было. Котельная, которая обслуживает все социальные объекты села, находится на балансе района. Но латать ее, говорят чиновники, должна эксплуатирующая организация. Сейчас она по факту отсутствует. Предыдущая банкрот, будущая, чтобы приступить к ремонту, еще не вступила в свои права. Акты приема и передачи, все-все-все будут готовиться передавать. Я думаю, что на той неделе они заступят и начнут полным ходом. Конкретных сроков нет. Есть график у них. Они занимаются и работают. Все согласно графику, который они для себя определили. При этом в администрации района затруднились назвать и сроки ремонта, и количество котельных, которым он необходим. Хотя, судя по распоряжению правительства края, это ни одна и ни две котельные. Району на эти цели направят 33 миллиона рублей. Кстати, кусок у немецкого национального района, где в январе случилась крупная коммунальная авария, и жители оставались без тепла целый месяц, выделено 5 миллионов на ремонт и оборудование и теплосетей. По словам главы села Виктора Палкина, власти обещали завершить работу до 15 сентября. А соседней Шумановке, где до аварии не дошло лишь чудом, из бюджета региона должны перечислить 12 миллионов. Будет ставиться модульная котельная, которая будет обслуживать не только суд, сколько будет, но и физически есть. Она будет расположена на той же площадке, где стоит центральная котельная. А центральную котельную ее просто законсервируют? Пока такая информация. Всего в муниципалитеты края, напомним, направят 650 миллионов рублей. Почти треть этой суммы полагается Змеиногорску для двух котельных и теплосетей. В целом в регионе планируют отремонтировать 35 объектов теплоснабжения. На многих из них даже не приступили к работам. Между тем, до начала отопительного сезона остается чуть больше двух месяцев.